Рецептов его приготовления существует множество и выбирать вам какой по душе, но то что это очень вкусно не сомневайтесь. Привет друзья вы на канале волшебная еда и сегодня готовлю для вас фалафель по своему любимому рецепту. Вот такой нут пока он сухой. Как правильно его замочить я уже рассказывал и показывал в другом видео. Ссылку для тех кто не видел оставлю под видео. Замочил 350 грамм нута. Он увеличился в объеме примерно в 3 раза. Измельчаю вымоченный нут на мясорубке с мелким ситом. По одному пучку петрушки и кинзы измельчаю к нуту, также на мясорубке. Добавляю одну столовую ложку зиры, одну чайную ложку молотого кориандра, половину чайной ложки куркумы, одну столовую ложку паприки, две столовые ложки кунжута. Солю по вкусу. Перемешиваю все составляющие фарша для фалафеля. Состав специй может меняться на ваше усмотрение. Но мне лично именно этот состав по вкусу. Проверяю фарш на готовность. Он должен легко принимать форму и не рассыпаться. Формирую шарики размером с крупный грецкий орех. Профессиональные повара, которые часто готовят фалафель, имеют специальные приспособления для этого. У меня же этого приспособления нет, поэтому леплю руками. Разогреваю в казане растительное масло до закипания. Выкладываю по несколько шариков фалафеля. Масло должно покрывать полностью фалафель. Обжариваю примерно 3 минуты. Готовый фалафель выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Хотя по большому счету фалафель при жарке не впитывает в себя масло. И если вы где-то ели масляный жирный фалафель, знаете, была нарушена технология готовки. Сам по себе фалафель суховат, поэтому его подают с тхиной, хумусом или овощами. Я, например, обожаю его со сметаной, хоть это и необычно. Поэтому выбор соуса за вами. Если понравился рецепт, жми лайк и подписывайся на канал Волшебная Еда. Впереди много интересного. Состав ингредиентов и их количество под видео.